Добрый день. Удачный пожарный обзор представителям МВД России по городу Копейску. У нас проводится профилактическое мероприятие, связанное с реализацией и распространением пиротехнических изделий. Сотрудников службы интересовала документация на пиротехнические изделия. Также они проверили наличие первичных средств пожаротушения. Рейд проводится, чтобы новогодние праздники копейчане провели в безопасности, а фейерверки и хлопушки не принесли неприятностей своим владельцам. Храниться такие товары должны при отсутствии перепадов температур и влаги, а о правилах их использования стараются напоминать персонал магазина. В домашних условиях люди пытаются что-то использовать, мы категорически против. В домашних условиях можно использовать только вот такие фонтаны. У них температура горения 36 градусов, а не холодного огня, нет никаких сажей, ничего. Это более-менее безопасно. Вся остальная продукция должна использоваться только на улице, только в специально отдельных местах и с применением всех правил безопасности. При выборе различных петард и ракет стоит обратить внимание на целостность упаковки, а сроки годности и других данных должна быть размещена информация. На изделии указаны эффекты действия данной продукции, безопасное применение, изготовитель, импортер, сроки годности и таможенный союз. Специалисты акцентируют внимание на том, что пиротехнические товары при неправильной эксплуатации опасны для здоровья. Их продажа разрешена только с 16 лет и непременно в специализированных магазинах. Не допускается продажа и покупка пиротехнических изделий с рук, как это часто бывает в преддверии новогодних праздников на вокзалах, киосках, на улице в целом. В обязательном порядке пиротехническое изделие должна иметь маркировку соответствия, должна иметь сертификат либо пожарной безопасности, либо декларацию соответствия. Но выбрать атрибут праздника – это лишь половина дела. Нужно уметь правильно им пользоваться. Ни в коем случае не допускается направлять пиротехнические изделия в сторону человека либо объектов. Не допускается запуск пиротехнических изделий внутри помещений, а также с лоджий и балконов. Кроме этого, необходимо соблюдать при использовании пиротехнических изделий дополнительные инструкции безопасности, которые указаны непосредственно на самом пиротехническом изделии. По словам специалистов, к рекомендациям копейчане прислушиваются. И, к счастью, в прошлом году не было зафиксировано ни одного пожара, связанного с неправильной эксплуатацией пиротехнических изделий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...